Вот слайд, за который меня обозвали антибодипозитивом. Что здесь нарисовано? Смотрите, прокомментирую. Я это назвал фрикомаркетинг. То есть сейчас тенденция, которую я вижу, привлечение внимания больших брендов, это использование, так сказать, фриков. Как еще можно назвать? Еще раз говорю, я не против толстых. Поймите, у меня у самого тут это пузико. Но когда в рекламе используется женщина, ну явно, так сказать, овер-овер-овер-овер-сайз, как бы вот тут вопрос, они реально за бодипозитив, либо они хотят просто хайпануть? Вот как вы считаете? Хайпануть, конечно. Потому что про эту рекламу написали все. Дальше. Вот пример того, как можно рвать шаблоны. Вот если кому видно, вот здесь вот реклама, мужики должны узнать, с какого она сайта. Это «Управляй бизнесом одной рукой». Это сайт Порнохаб. Вот это суши, сеть суши в Красноярске, не только. Называется Йоби да Йоби. У меня есть знакомый Костя, вот он основатель этой сети Суш, и про него написали все СМИ. И на него подали жалобы в Роспотребнадзор, в Уфас, еще куда-то. Но он хайпанул. Вот кальяна, да, там называется «Ну а хули». Кальяна называется такая вот «Ну а хули». И там вот я когда зашел в эту кальяну, там вот на большой стене написан «Данте спидор». И фотка Пушкина. Внизу «Миллионер с Балашихи». Это сериал, который обязательно сегодня посмотрите в Ютьюбе. Там, значит, молодой мальчик, ну парень, похожий на который выходил к роману, вы придумывали там продвигать трусы. Он, значит, открыл, купил, точнее, бизнес секс-шоп. И он пытался его продвинуть в Барвихе. Ой, не в Барвихе, а в Балашихе, извините. Просто у нас там мероприятие в Барвихе, я поэтому про Барвиху все думаю. Значит, Балашихе, вот. И, значит, там есть пять серий, очень смешные, очень классные. И в итоге это все было продажей модуль банка, прикиньте. То есть там уже было 100 тысяч подписчиков, куча просмотров. Реально все люди думали, что это действительно сериал. Чувак там реально открывает бизнес секс-шопом, пытается его продвинуть. А это оказался нативной рекламой модуль банка. Офигеть, круто, посмотрите.